МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За одну смену специалисты приводят в порядок 400 квадратных метров дороги. Перед ремонтом по городской программе восстановили ливневки и колодцы. Дорожное покрытие на улице Дебенко ремонтируют картами. По технологии сначала участок фрезеруют, затем заливают битумные эмульсии и покрывают мелкозернистой смесью асфальта и бетона. Температура не ниже 120 градусов, тогда смесь ляжет прочно и надолго. Гарантия на такой ремонт 2 года. При хорошей погоде рабочие обещают завершить восстановление дороги к концу 2-й декады августа. Фрунзенский мост буквально надвигается на Самару. Завершился третий этап надвижки пролетного строения. Конструкцию весом почти в 3000 тонн передвинули еще на 28 метров над водой. Технологии требуют высокой точности и постоянного геодезического контроля с нескольких точек. В 1000 тонн пролет передвигали 4 домкрата. Сейчас строители начали сборку металлоконструкции 4-й секции. В конце августа ее планируют также надвинуть над рекой. Также готовы 6 из 8 опор через реку Самара. На 2 оставшихся 3-й и 4-й проводятся работы. Мост – часть большого проекта по строительству транспортной развязки в южной части города. Он необходим для развития городских районов по обеим сторонам реки, а также Новокубышевска и Южного города, в котором будут жить сотни тысяч человек. В проекте у Фрунинского моста планируется до 6 съездов в историческом центре Самары. В течение месяца будет представлен проект, по которому по мосту пустят трамвай. Темпы строительства остаются высокими. На площадку привезли все 9 тысяч тонн металлоконструкций, а также из федерального и областного бюджета дополнительно направят по 400-250 миллионов рублей. На набережной приступили к покраске ладьи. 20-метровый монумент из железобетона ранее очистили от старого покрытия, зашлифовали, выровняли поверхность и приступили к обновлению. Продолжаются ремонтные работы на всем участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага в протяженностью чуть больше километра. Объект приводит в порядок к чемпионату мира по футболу. Рабочие строят лестничные спуски, сделано больше 2 километров в ступени. Совершено строительство здания хозяйственного корпуса. В июле рабочие провели все коммуникации, водопровод и канализацию. Залито основание амфитеатра и трехкаскадного фонтана. По плану на участке набережной заменят асфальтовое покрытие, установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, стационарный общественный туалет. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. С 1 сентября откроют движение по обоим тоннелям на Московском шоссе. Меньше чем через месяц объекты будут готовы принять транспортный поток. На Ракетовском шоссе откроется движение и по тоннелю, и по кольцу, который соединяет транспортные потоки по верхней части развязки. Строители в обозначенный срок должны завершить укладку и обустройство всех съездов, карманов и развязок, которые соединяют Московское шоссе с прилегающими дорогами. В нижней части улицы со стороны Ракетовского шоссе вложили асфальт и бетон. Идет подготовка и укладка полукольца со стороны Волжского шоссе. Рабочие начали штукатурить поверхность рам и тоннелей. Этот этап должен быть завершен через две недели. Продолжается строительство дублеров в районе торгового центра «Империя». Верхняя часть развязки будет открыта для движения после возвращения памятника самолету Ил-2 на прежнее место. На участке Московского шоссе около микрорайона «Крутые ключи» укладывают верхний и заключительный слой дорожного покрытия. Параллельно ведется озеленение придорожной территории около поселка Мехзавод, а также между проспектом Кирова и Ташкентской. На газон завезли новый грунт. Осенью здесь высадят деревья и кустарники, в тротуарах уложили пить. Самый крупный в России этнографический комплекс «Парк Дружбы народов» строится в Самарском микрорайоне «Волгарь». Общая готовность больше 30%. Музей под открытым небом включает в себя 23 дома и подворья. Там будет рассказываться о культуре и быте национальности, которые проживают в Самарской области. Парк Дружбы народов расположился между озерами «Зеркало» и «Бубратное». Перед началом была проведена большая научная работа с историками и культурологами. Специалисты получали консультации в других республиках. Продолжается строительство русского, татарского, мордовского и осетинского домов. Почти завершена внешняя отделка чувашского дома. В каждом доме будет работать этнокомната, национальная библиотека и ремесленная мастерская. В Самарской области проживает 157 национальностей. Чтобы рассказать о каждой, для посетителей парка выпустят специальную книгу. На подворьях возведут характерные для каждого народа постройки. Парк займет территорию более 15 гектаров. В центральной части построят дом национальности с концертным залом, дворец бракосочетаний, а также в следующем году здесь появится площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Уже посадили больше 300 деревьев. Музейный комплекс смогут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин